Авария на перекрёстке Комсомольске геологическая едва не стала копией печально известного ДТП в районе бизнес-центра 28 июля. Правда, на этот раз обошлось без жертв. Всё закончилось только снесённым от удара ограждением и повреждениями авто. Это мой друг, он уехал, у машины что-то сломалось, и он случайно уехал. Куда уехал? Ну, он там, туда-то там. Уехал случайно. И всё. Вот, всё. Не, машина виновата, он не виноват, он хороший водитель. С места происшествия водитель, как оказалось потом в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался скрыться. Но патруль оказался быстрее. Горе автомобилисту теперь грозит лишение прав. Равно как и другому любителю покататься за рулём под шофе. Водитель Лады на светофоре догнал сразу две машины. Раз ударил в Зюки, она отлетела ещё раз и её догнал. То есть, водитель Лады виноват, да? Ну, конечно. Там скорость какая была, если так разбить машину. Только за выходные полицейские остановили больше 50 нетрезвых водителей и зафиксировали свыше полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Полицейские говорят, грядущее ужесточение законодательства возможно хоть как-то улучшит ситуацию на дорогах. У нас в ближайшее время сентября будет ужесточение, именно касающихся административной ответственности по данным статьям, когда водитель управляет состоянием опьянения, в том числе и повторно. Я думаю, это отчасти повлияет, но опять же таки, здесь надо учитывать, что наши законодатели разрешили употреблять незначительное количество алкоголя. С сентября за вождение в пьяном виде, в зависимости от статьи, помимо лишения придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, если суд решит забрать у водителя права, он будет обязан повторно сдать экзамен на право управления автомобилем. Возможно, за счет этого на дорогах станет хотя бы немногим спокойнее. Артем Высоцкий, Татьяна Расторгуева, Андрей Глушенко, Сургут Интерновости.